И вот художник Пётр Павленский уже в четвёртый раз признан вменяемым. Он нечто новенькое нам преподнёс, да? Да. Я вообще как-то уже стал интересоваться Павленским как художником. Конечно, да, это некое такое творчество. С тем самовыражением. С членовредительством. Да, Павленский залез на этот раз на забор там у психушки и отрезал себе ухо. Целая куча ментов его оттуда снимал, и было это забавно. Тут фотка есть, вот, да, есть фотка, вот они вот. Не всё ухо, вот мочка уха. Ну, мочка уха, да, он, в общем-то, не Ван Гог. Не Ван Гог. Ну, Ван Гог тоже не всё не надрезал. Там тоже надрезано было, в общем. Понятно. Ну, у Ван Гога там какие-то гомосексуальные были дела. Он потом бегал с ножом за мужиком там по улице голый и так далее. А этот, видишь, у него политические всё-таки какие-то переживания. И они более такие внешние, что ли. Это же не внутренние. Внутри, я понимаю, он достаточно эпатажный такой человек. Но я понимаю, что он хочет так... Ну, как любой художник, он себя продаёт. Да, он продаёт себя. По частям. По частям ужас, конечно. Ну, что я могу сказать? С другой стороны, вот мы с тобой об этом говорили, не было бы отрезано ухо, не было бы Иван Гога. Да. Вполне возможно, мы знали бы его в третьей десятке, да, условно? Ну, да, конечно. Не знаю. Не знаю. Ну, наверное, да. Если бы не было всех этих его пострелушек. Да, пострелушек. Всех этих его там отрезанных ушей. Гонки. Гонок за пидорасцами. Современный художник продаёт не собственное, ну, как сказать, не собственное творчество. Потому что чёрный квадрат и дурак может нарисовать, да. Он продаёт себя. Он продаёт свою жизнь нам. Ну, в смысле, вот, ухо отрезано. Что, у нас там очень срочное, потому что уже...